Кирилл спрашивает, как удостовериться, есть ли Бог? Кто-то может в двух словах Кириллу сказать? Пока у Кирилла, видимо, нет Бога. Он его не нашел, поскольку и пишет Бог с маленькой буквы. Кирилл, ну как говорил Блэс Паскаль, я очень рекомендую почитать Блэс Паскаля. Блэс Паскаля, это, знаете, о ком я говорю, величайший ученый, который буквально в пять лет создавал законы геометрии, как может обыкновенный человек, не пророк, у которого талант не от Бога, как он может, не живая материя, как она может, собственно, вот такие вещи творить. И вот эта книга Блэса Паскаля «Мысли», где он доказывает буквально, если вам нужны доказательства, почитайте эту книгу, и, может быть, вы и прозреете. В том числе, вот Блэс Паскаль говорит, что те, кто хотят видеть свет, хотят видеть Бога, тому Бог дает много света, много удостоверений того, что Бог существует. Для тех, кто не хочет верить в Бога, Бог дает достаточно тьмы. То есть вы Бога нигде не увидите. Кристина спрашивает. Просите у Бога об удостоверении. Кристина, вот если бы вы почитали Евангелие, там как раз неверующие люди просили у Бога, чтобы Он показал им удостоверение. То есть покажи нам чудо, и мы в тебя уверуем. И вот таким людям как раз Христос не посылал, не показывал чудес. И говорил, что вы все равно не поверите. Если вы не хотите верить в доброе, если вы черное называете белым, если вы белое называете черным, если вам удобно жить так, как вы живете, и вы не хотите ничего в своей жизни менять, не хотите выходить из зоны своего комфорта, и никакое чудо вас не убедит. Поэтому просить не нужно. Хотя можно просить, если вы в душе соответствуете заповедям Христа. Почитайте заповеди Христа, не убей, не укради, относись к ближнему. Вообще все заповеди, они заключаются в нескольких словах. Относись к ближнему так, то есть делай для ближнего то, что ты хотел бы, чтобы люди делали тебе. И наоборот, не делай людям того, что ты не хочешь, чтобы они тебе не делали. И если вы действительно в душе такой человек, и как-то чувствуете, что вам не хватает веры, и хотели бы уверовать, но не дается вам, не хватает этой веры, то просите, как вот просил один мужчина, у которого был больной ребенок, и он сильно страдал от беса, который его мучил. То есть ребенок там бросался, бился там, ну в общем, вел себя очень как бы опасно для себя и для окружающих. И просил Христа исцелить этого ребенка. И вот Христос спросил, а ты веруешь? Он сказал, верую, но помоги моему не верить. То есть он показал, что он бы и хотел верить, но вот не получается у него, помоги мне. Вот если вы так же будете просить, что Господи, хочу верить, но вот не дается мне, помоги. И обязательно Господь поможет. Была такая история, ее рассказывал монах, монах из Грузии, грузин, он был ученым. И тоже вот он так говорил, что я поверю, если когда-то проведу опыт научный, и докажу, что Бог есть. И вот опыта он этого не мог произвести. Но с ним случилась история, когда вот он летел на симпозиум с другими учеными в самолете. И этот самолет потерпел крушение. Причем вот он рассказывал интересно, так что, говорит, мы летим в самолете, и неожиданно выключился свет. И возникла тишина, и в этой тишине кто-то пошутил, что вот когда-то там потонул корабль, и тонул корабль, и кто-то взмолился, что, мол, я вот такой, Господи, я такой грешник, зачем ты меня губишь? Как же другие люди? И Господь сказал, ему ответил, что раздался голос с неба, что я вас здесь там целый месяц собирал в таких месте. И вот так вот пошутил кто-то, и вдруг какая-то вспышка, и я очнулся, сидя на кресле, было холодно, и я пытался с этого кресла вылезти, но не мог, поскольку был поврежден позвоночник. И стал зажигать, обнаружил то ли спички, уже не помню, то ли зажигалку в кармане, и стал поджигать одеяло, которое было на мне, чтобы как-то осветить пространство вокруг. И обнаружил, что сижу на обрыве скалы, и буквально на выемке, вот такой, как бы на выступе метр на метр, то есть получается, что он дважды был чудесным образом спасен. Первое, то, что он с 10-километровой высоты упал, и не разбился, это все погибли, он один остался в живых. И второе, то, что вот случилось так, что он был поврежден позвоночником, и если бы этого не случилось, он бы встал с кресла, и провалился бы в пропасть, и разбился. то есть вот он тот самый эксперимент, после которого он понял, что Господь ему продемонстрировал, что, в общем-то, есть не только неживая материя. Бывший ученый, он пошел в монахи после этого случая. И если хотите как-то еще прозреть, почитайте книгу «Столбц Нобелевских лауреатов о своей вере в Бога». То есть вот они рассказывают, что невозможно не верить в Бога, если ты ученый, действительно настоящий ученый, что науку можно сравнить с чашей снега, выпивая которую, не обнаруживаешь Бога. И что вот представить себе, что путем столкновения частиц неживой материи как-то могла произойти даже вот простейшая клетка, простейшая клетка, это все равно, что посадить самую умную обезьяну за печатную машинку, и чтобы она без ошибок напечатала вот такую там огромную энциклопедию. А те ученые, например, есть, конечно, неверующие ученые, но их другие ученые, верующие, сравнивают, говорят, что они просто находятся в тупике собственной гордости, считая, что они лучше всех знают, как все произошло. Хотя не могут объяснить, как это произошло, но лучше знают, что это как бы не Бог, а вот это так все само собой произвелось. Ну, хорошо, Лазарь, может быть, Кирилл до конца не услышит. Опять же, мы уже говорили о том, что кому не нужно, и кто не хочет знать Бога, тогда тому как бы ничто и не нужно, никакие знания о Боге, и не нужен свет. А может быть, кто-то услышит, и не Кирилл, а кто-то другой, и ему это придется как-то по сердцу, и он заинтересуется, почитает книги, о которых я говорил, и уверует, кто знает. Дай Бог.